Амина потеряла парня, кто им был и почему расстались. Актеры слова пацана прокомментировали слив финальных эпизодов. Мизульна хочет посадить Фросю, Валя Карнавал показала свое стихотворение, а блогерство теперь станет профессией. Ровно 11 лет назад свой брак заключила одна из самых ярких пар шоу-бизнеса Джиган и Оксана Самойлова. Познакомились они в 2010 году банально в ночном клубе. У рэпера карьера только начиналась, а его избранница просто наслаждалась студенческой жизнью и ни о чем не задумывалась. Но спустя всего год у них рождается их первая дочка Ариэла. Денис уже понял, что все зашло слишком далеко, поэтому сделал предложение и в 2012 они поженились. А за оставшееся время все видели, как появилось еще три ребенка, есть даже планы на пятого. Брак Джиги и Оксаны несколько раз трещал по швам, из-за глупых ссор и запрещенных веществ, но они смогли остаться вместе. Желаем им продолжать в том же духе и сохранять ячейку общества. А вот день рождения сегодня отмечает Саша Айс. Ютуб-блогеру и девушке Ване Дмитриенко исполняется 21 год. Ее 100% по традиции в полночь поздравляли друзья, а сегодня днем будет тусич. Записей, к сожалению, пока нет, поэтому просто пожелаем Саше хорошего дня и всего самого наилучшего в жизни. Не так давно Амина впервые раскрыла, что состоит в отношениях, причем в длительных. И на недавнем интервью заявила, что они продолжаются аж около двух лет. Теоретически такое возможно, но в них она тогда должна была вступить почти сразу после расставания с Никоглаем. Хотя там долго находилась депрессия. Вчера же Тендерли посчитала нужным обозначить, что со своим парнем она рассталась. Причины не названы, но зато они по-прежнему хорошо относятся к друг другу и остаются на связи. Самым же интересным остается вопрос, кто этим человеком вообще был. Ами вроде говорила, что он не публичный, но также были подозрения в сторону Влада Куэртова. Против версии которого есть тоже аргументы. Короче, точного варианта никто не знает, может потом что-то и всплывет. Также оставляет в секрете личность своего молодого человека Фрося. Но зато активно посвящает ему треки, о чем несложно было догадаться по строчкам первой композиции Кусь. Катя не собирается на этом, останавливается и продолжает работать над новым материалом. Вчера на студии они записали еще одну лирическую демку, кусочком которой начинающая артистка поделилась с подписчиками. Хочу, не могу, прикоснулся ку, шаг и оттолкнул, дуру обманул. Хочу, не могу, прикоснулся ку, шаг и оттолкнул, опять обманул. Карнавал же просто стали атаковать в комментариях, когда по сети разлетелся отрывок влога Карина Кросс. Кто не смотрел прошлый выпуск, там она рассказала, что бандитка начала тайком писать стихи, что у нее явно талант, но публично этим делиться ей пока страшно. Валя, увидев интерес поклонников, отреагировала и призналась, что действительно много чего пишет у себя в заметках. Первая такая огласка тому, что я пишу стихи, и вы мне заспамили просто все и везде, чтобы я выложила хоть что-то. Я даже супер близким людям не показываю этого. Если вы так просите, в качестве исключения один раз можно, вряд ли это войдет в постоянную привычку. А вот одно из ее последних стихотворений – Валентина Корнаухова «Современная поэзия». Можете поставить на паузу и прочитать с выражением. Многим прям очень зашло, особенно учитывая, что опыта у нее пока немного. Видно, что блогерша не просто отбалды рифмует слова, а пытается передать то, что у нее творится на душе. Как по сути и работает все у действительно хороших поэтов. В Госдуме же России вчера заявили, что звание блогер совсем скоро признают профессии. По сути, уже давно назревал этот вопрос, так как многие инфлюенсеры по факту живут своей деятельностью. Тоже выкладываются как остальные, улучшают свои навыки и зарабатывают этим на жизнь, как и в других сферах деятельности. Самым ярким примером, пусть и американским, является Мистер Бист. Он извинился перед зрителями, что в прошлую субботу не было ролика, просто он оказался слишком сложный. Вдумайтесь, они отсняли 12 тысяч часов материала, и все это сейчас его команда монтирует. А на выходе получится по-любому небольшой, но динамичный контент, минут на 15-20, как и все остальные видосы Джимми. Есть, правда, в благосфере и ужасные личности, о которых даже рассказывать не хочется. Я намеренно игнорирую таких, например, трэш-блогершу Фросио, которая за последнее время успела сделать много разной жести. Самым последним вирусным роликом стала ситуация в фастфуде, где она решила отдать школьникам деревенскую картошку с соусом, но перед этим плюнула прям в пачку. Данный контент дошел до Екатерины Мизулиной, которая возмутилась поступком Даши. Жесть, как можно до такого вообще дойти? Обратим внимание на этого блогера и подготовим обращение в правоохранительные органы. Фросио это точно не будет грозить уголовкой и максимум влепит штраф за какое-нибудь мелкое хулиганство. Но за ней теперь, как и за Хилме, будет пристальное внимание. И если Фросио чуть-чуть перегнет палку, то последствия окажутся серьезными. Среди вас наверняка почти все смотрели фильм про Чебурашку и в курсе, что сейчас идет работа над второй частью. Хотелось бы, конечно, чтобы все выходило моментально, без длительных перерывов, но пока так не получается. Процесс написания сценария, согласование с актерами, локации, сами съемки и монтаж занимают много времени. И получается так, что премьера второго Чебурашки, по информации создателей, планируется только на декабрь 2025. Да, ждать еще два года. Надеюсь, они постараются и снимут что-то как минимум не хуже первой части. И ни для кого, я думаю, уже не секрет, что две последние серии Сова Пацана в демо-версиях, которые монтировались еще в октябре, были слиты в сеть. Я не знаю, как так создатели проглядели утечку. Проект супер успешный и нужно было всех ответственных чуть ли не запирать на студии и отключать интернет, чтобы материалы не вырвались наружу. Но получилось, как получилось, уже поступила реакция от актеров. Иван Янковский, исполняющий роль Адидаса, назвал сливщиков из команды Чушпанами. Следом подключился Леон Кемстач Акапальто, который также написал в историях свою немного переделанную фразу из сериала. «Кто слил или спойлерит, на районе увижу, закопаю». С обращением выступил и Зима, в жизни Лев Зулькарнаев. Он, во-первых, еще раз прояснил инфу со вторым сезоном и фейковыми кастингами. А во-вторых, попросил всех дождаться официальных релизов. По поводу второго сезона нет никакой пока информации, что все кастинги, которые проходят якобы на слово пацана, это все фейки и обман. По поводу слива серии, это все, конечно, гадко, поэтому я вас призываю не смотреть эти материалы и дождаться выхода седьмой серии в четверг. По правильному это действительно стоит сделать, но сейчас столько вокруг спойлеров, особенно благодаря тиктоку, где отрывки разлетаются только так. Поэтому немного печально, что все так вышло. Впечатления были бы намного ярче, если серии вышли в свой срок, а не кем-то слитые в сеть. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.